Наталья Гончарова. Жизнь с Пушкиным и без. Автор Наталья Павлищева. От автора. Самое известное её изображение выполнено Брюловым. Юная светская красавица в бальном платье замерла, опершись на что-то. Кажется, ещё миг, и она снова умчится, потому как следующий танец обещан. Красиво? Конечно. Пуста? Почти наверняка. Эту акварель написал не Карл Брюлов, не тот, чьей кисти принадлежит знаменитый последний день Помпеи, а его старший брат Александр Брюлов. Карл Брюлов Наталью Николаевну никогда не рисовал, даже Пушкин не смог уговорить строптивого живописца. Почему? Утверждают, что не любил. Но Пушкина-то он обожал и ценил, а от портрета тоже отказался. Настроенных против и современников, и потомков у Натальи Николаевны хватало и без Карла Брюлова. Почему её так не любили многие о гениальности? Буквально ненавидели Анна Ахматова и Марина Цветаева. Не дав себе труда вдуматься или просто поверить Пушкину, наверное, лучше знавшему свою Мадонну, Чистейший прелесть и чистейший образец, осудили, облили грязью, заклеймили глупой пустышкой. Не знали многих фактов и отзывов, известных сейчас. Возможно, но скорее не хотели знать. Видели в ней светскую красавицу, обученную лишь танцем и флирту, К тому же напрочь отсекая её последующую после Пушкина жизнь и образ. Зато те, кто хорошо знал Наталью Николаевну настоящую, а не придуманную ненавистниками, Жуковский, Карамзины, Вяземский, Нащокин и другие, относились к ней прекрасно. Показательно знакомство Натальи Николаевны с Лермонтовым, Сначала предубеждённым из-за её красоты, а потом очарованным душой. Душой заметьте, а не внешностью. Она не была ни глупой, ни фальшивой. Именно потому, а не за одну красоту лица полюбил её гений. Вспомните, а душу твою я люблю ещё сильнее. Значит, была душа. И ум был. Разве мог Пушкин дурочке написать? Чёрт догадал меня родиться в России с душою и талантом. Или жаловаться в письме. Очищать русскую литературу, есть чистить нужники и зависеть от полиции. Или присылать светской пустышке пакет с материалами для современника и заданием относительно цензурного комитета. А как же тогда с утверждением, что о Наде Пушкинских срок не читала? Наталья Николаевна слыла лучшей в Петербурге шахматисткой, и образование имела хотя и домашнее, но весьма разностороннее. Многочисленным поклонникам студента Московского университета, сокурсникам её брата Дмитрия, было интересно общаться с барышней Гончаровой. Студенты невеликие ценители бального флирта, умения танцевать и прелестных глазок им умненьких подавай. Сейчас известны детские учебные тетради Таши Гончаровой, записи в них свидетельствуют о серьёзных размышлениях и знаниях, которыми едва ли обладают современные барышни её возраста. Не была Наталья Николаевна пустышкой, и бездушной красавицей тоже не была. Обед и горести на её долю выпало столько, сколько едва ли выносил кто другой, причём выпало, начиная с детства и до самых последних дней жизни. Удивительная красота явилась едва ли не наказанием, хотя сама Наталья Николаевна считала её подарком Господа, всю жизнь стараясь соответствовать такому подарку внутренне. Не верите? Почитайте, только без предубеждений и отложив в сторону акварель Александра Брылова. Лучше вообще забудьте про него. Мадонна-поэта была не такой, совсем не такой. А ещё здесь одна из версий причин, вернее, повода в последней дуэли поэта. Может, мы столько лет не там ищем, и французы правы? Ищите женщину, и не та женщина виновата в гибели гения, которую обвинили и заклеймили в веках. И всё же, почему Ахматова и Цветаева так ненавидели жену Пушкина? Мне кажется, из-за понимания, что выбирай поэт между ними и ею, снова предпочёл бы свою Мадонну, даже зная, что погибнет.